Мы должны считать потерянным каждый день, в который не танцевали хотя бы раз, так считал великий мыслитель Фридрих Ницше. Так же считает и герой нашего следующего сюжета, который просто не представляет своей жизни без танца. Даже свои первые шаги в жизни он сделал, как бы пританцовывая. Подробности в следующем материале выпуска. Мир танцев Семену Несоленому открыла мама. Когда мальчику не было еще пяти лет, он впервые пришел в Центр развития творчества и начал заниматься хореографией. Правда, задатки танцора появились с первых шагов мальчика. Танцы я выбрала, потому что я в детстве, когда слышал музыку, уже опустился в пляс под любую музыку, мелодию. И меня мама решила отправить на танцы. Ну, видно было, что имеется слух. Поэтому, когда его спросили, будешь танцевать, он твердо сказал, буду. Увлечение затянуло мальчика, и он влился в дружный танцевальный коллектив, где свое мастерство ему передавали опытные педагоги Александр и Валентина Дергачевы. Получаться стало быстро, ведь занятие очень нравилось. Семен участвовал в театрализованных постановках, много раз выступал на сценах нашего города и района. Ни один праздник не обходится без номера от ансамбля народного танца «Славяночка». Постоянно занимали почетные места. Когда мы были в Санкт-Петербурге, я танцевал «Черноморочку» со своей партнершей. Запомнился очень этот танец, когда мы были в Санкт-Петербурге. Грамоту мне вручили. Танцы дали многое, говорит мальчик. Прежде всего, огромное количество эмоций, приятных воспоминаний. Они развивают физически, делают человека целеустремленным, дисциплинированным. Поэтому Семен прекрасно совмещает хорошую учебу в школе с занятием хореографией. Каждый раз, выходя на сцену, чувствуешь волнение, говорит юный танцор. Но ему удается с этим бороться. Каким бы ни был номер, сложным или простым, каким бы важным ни было выступление, мама всегда рядом. С первого дня она поддерживает сына, поддержит и в будущем. Ведь Семен Неселеный хочет связать с хореографией свою жизнь и достичь немалых высот в этом искусстве. С первых дней, как мы начали посещать, мы решили для себя, что это важно для него, если ему это нужно, что мы будем всей семье поддерживать. Мы забирали его с детского сада, возили эти, ждали на репетициях подолгу. Это, конечно, поддержка. Потом мы обязательно посещаем вот так вот концерты все. И для него очень важно, когда кто-то из семьи, ну, не важно, бабушка, дедушка, кто-то сидит в зале из его родных и вот смотрит. Получается, он танцует не только для всех, для чужих, но и, конечно, конкретно для наших, всех своих родных. Сейчас танцор готовится к серьезному выступлению за границей. Рассказать о конкурсе мальчик отказался. В танцевальных кругах это не принято, говорит Семен, чтобы не спугнуть удачу. Поэтому пожелаем юному таланту успехов на пути к славе и к мечте, чтобы на славянском небосклоне зажглась еще одна молодая, но яркая звездочка. Рузана Ефремян, Георгий Калинин, программа «События».